Всем привет! Меня зовут Елена. Это моя дочь Ева. Я предлагаю открыть клуб досуга для мам в декрете. Я Ильницкая Олеся. У меня два сына. Я хочу открыть студию продлённого дня. Я Мария, а это моя дочка моя. И у нас есть уже свой бизнес. Мы открыли студию папашиво детской одежды и одежды в стиле фемили лук. Стильный заяц. Да, Машка? Да. Мария Кутузова. Мама-предприниматель. Получила субсидию на открытие собственного дела. Занимается пошивом детской одежды. Мы проведём с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. Встаю часа в пять, полпятого. Я успеваю что-то по дому сделать, пока ребёнок спит. Декрет был возможностью делать то, чем именно я хочу заниматься. Перелом и разворот вот так вот. Потому что и сознание поменялось, и стиль жизни поменялся. Я занималась карьерой. И муж мой занимался карьерой. Мы оба жили на работе. Он на своей, я на своей. После декрета, после рождения ребёнка я хочу жить дома, хочу жить с ребёнком. И для меня вот это, ну, как бы важнее. Работа от той нельзя было уйти. Там у меня оставалось времени на личной жизни. Там нужно было быть всегда на работе. Просто потому что случалось всякое, и нужно было быть на месте и владеть информацией. Работа в банке там уже с девяти до девяти. Всё время на работе. А ребёнок? Ну, начальником отдела, что там было. Там было очень много мамочек, да, которые вот в период проверки тот же самый, они видели только спящих детей и потом плакали на работе. Спасибо. Ну, я люблю кошечек. Когда дочь встаёт, весь мир начинает крутиться вокруг неё. Она смысл, она радость, она вдохновение, потому что с неё всё началось с её личных потребностей. Вот это вот исключительно бизнес из песочницы. Изначально чётко нужно понимать, что если вы готовы потерять эти деньги, и вам за это ничего не будет, можно рисковать. Если вы потеряете это, у вас начнутся проблемы, и рисковать вообще не рекомендую. Деньги вы можете брать в нескольких источниках. Это господдержка. У нас 48 видов государственной поддержки. Это займы. Если вы взяли в банке кредит на 5 лет под бизнес, значит, деньги у вас будут только через 5 лет. То есть первые 5 лет вы будете работать на то, чтобы отдать долг банку. Но опять же, деньги сейчас длинные, но через 5 лет у вас будет свой бизнес. Если вы не возьмёте кредит, то у вас его не будет и через 5 лет. Есть государственные займы, да, где государственная поддержка в том числе принимает участие, когда стоимость кредитов, стоимость денег, 7,5% годовых, это очень низкая цена денег. И есть вариант инвестиционных каких-то вещей. Но нужно понимать, что если ты привлекаешь инвестора, то потом придётся с ним делиться. И есть ключевое правило в таком бизнесе, если привлекаем инвесторов, вы через год должны понять, сколько стоит ваш бизнес, и кто-то должен эту долю выкупить. Иначе вы бизнес просто потеряете. У нас ребята, айтишники, они сказали, что они прошли 50 инвесторов, и два из них согласились финансировать. Вот ребята нашли 50 инвесторов, местных амичей. Во-вторых, у нас вообще есть в Омске клуб инвесторов, через которых можно пропускать свои проекты и понимать, готовы ли люди вкладывать в них свои деньги. Но мы очень боимся, как предприниматели, что про нашу идею кто-то узнает, и обязательно должны украсть, и обязательно должны монетизировать без вас. Многие люди не понимают, что сейчас идей больше, чем тех, кто готов их реализовывать. Так вот, к этим идеям нужны деньги и ноги. Но вот кроме денег нужны ноги. И вот с ногами, которые реально приносят доход в бизнес, вообще большая проблема. И часто складывается так, что инвестор забирает идею и делает некрасиво ручкой. Это складывается именно потому, что человек еще сам ничего не сделал, у него есть просто пустая идея, и ее забирают. Когда человек приходит и говорит, вот я там процентов 20-30 сделал, я бы хотел работать дальше. Тогда в тебя верят и понимают, что ты можешь, что ты в чем-то мастер, и тогда тебе можно доверять в реализации этого проекта. У инвестора другой подход и взгляд на то, на что он вообще готов давать деньги. То есть ты ничего не сделал, да, у тебя классная идея, зачем тебе давать денег, если ты не можешь ничего. Лучше эту идею реализует кто-то другой, потому что инвестор рискует своими деньгами, а не твоими. Я начала шить своей конкретной дочке, своей малютке. В детстве мама учила шить. Но это не было за грани фантастики, это же не ракеты строить. То ей косыночку сошьет, то футболочку. Сама стала получаться. Она выходила гулять в этой одежде, стали мамочки обращать внимание. Так появились первые заказы. Это просто было изначально как увлечение было. Дайте попробую. Раз, Аверлок, еще что-то. Он тут участвовал в программе Грантовской. Это просто шло постепенно. Цель превратить в этот бизнес изначально не было. И я шила на заказ два года так просто. И вот одним весенним днем я просто шла и поняла, что нет, на работу идти не пойду уже больше. В этом процессе безостановочный. То носочки надо, то еще что-то. Они все просят, но мы не шьем. Проще что-то более рентабельное сделаем. Шапки, повязки на голову. Детские платья. С крылышками. Я это очень люблю. Я понимала, что как только я регистрируюсь, соответственно, я сразу становлюсь всем должна все. Эта налогия просто посмотрела, где можно взять денег, сделать документы, эти бизнес-планы, потолоногранты. Ну и получилось. Осознанно подходила к этому делу. Лучше маленькое на свое дело, чем большое на чужое. Сейчас это два гранда, и еще есть победа в конкурсе. Все вместе порядка 600 тысяч. Тот стартовый капитал, который позволяет начать. Вот именно я купила технику промышленную, такого профессионального класса. Интересует больше производство. Если ты замыкаешь на себе цикл производственный, и ты покупаешь оптом, и продаешь в розницу, то это вещь рентабельная, да? Здравствуйте. Вот эта ткань, которая вам понравилась для свитшота. К ней я могу предложить вам два варианта на рукава, ярко-розовая и голубая. Эти цвета есть в принте, будет смотреться в изделии гармонично. Такие ткани выбирают, описывая из Китая, из Турции. Фабрики, они находятся в Турции. Качество печати, качество самой базы полотна, это все нужно пробовать. Это была розница всего по чуть-чуть, потом побольше, побольше, и потом я поняла, что нужен опыт, потому что объемы уже большие. Здесь как бы тоже не все так гладко, тяжеловато, но тут как бы душу ее греет, что она сама, сама для себя. То есть сделала, значит, получилось. Не сделала, ну, что тут, ну, и есть только на саму себя понятие. Это сложно называть свободой, потому что в одной руке ребенок, в другой телефон. Как бы ты еще шьешь и спишь там по 3 часа в сутки, ну, это не важно. Ребенок уложат спать и до 4 ночи шьет. Я говорю, там соседи не ругаются на тебя, не слышно вроде. Она на такой, на простой машинке, на домашней еще. Что, не спишь, я говорю, новый тональник уже не справляет. Надо что-то еще посильнее, припудрится надо, румянки нарисовать. Ну, все все понимают, все взрослые люди. Каждый раз, когда я сужусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Да похудеть проще пареной репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Как отыскать нужный аксессуар? Сара Джессика Паркер имеет в своем гардеробе Павлова посадские платки. Эволюция любимых вещей сквозь призму времени. Первый стандарт платка появился еще в 18 веке. Телепроект для модниц «Вещь в себе». Новые выпуски каждый понедельник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в конус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Взренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бобах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте это работает. Новые выпуски каждый вторник в омском эфире телеканала «Продвижение». Ну, название, наверное, это один из самых сложных вообще моментов. Это должно быть достаточно просто, это должно запоминаться легко, это должно легко искаться в социальных сетях. Почему «Заяц»? Ну, потому что дети это зайчики. У меня там Майя, дочка. Майкин-Зайкин мы ее всегда называли. Так родился стильный «Заяц». Это был новый этап в бизнесе и новое название. Офис и что оборудование полностью поменяется. Саренда – это сказочная история, потому что я даже не рассчитывала на инкубатор. Я думала, что это абсолютно офисная история. И на защите гранта службы занятости директора инкубатора при всех членов комиссии «А почему вы спрашиваете?» «Почему вы к нам не хотите?» Я говорю, «А можно?» Он говорит, «Ну, вы подходите». Коммунальных платежей нет, все включено в стоимость, интернет, и даже оргтехнику нам дали, у нас есть компьютер и принтер и мебель. Честно, когда мне предложили такой вариант, я не поверила, что такое возможно, потому что в центре города транспортная развязка вот удобная. Как раз мои мамочки и клиенты смогут приехать сюда. Но ирготная аренная ставка, что на первоначальном этапе развития бизнеса просто жизненно необходимо. В сравнении, ну, здесь, наверное, раз в пять дешевле, чем я искала другие помещения. У нас сейчас 120 рублей за квадрат, а средняя по городу 650. Когда я приняла решение о регистрации, уже была модель перед глазами понятна. Я понимала, что я делаю, я понимала, кому я продаю и кто у меня покупает. Мамочки в декрете с доходом чуть выше среднего. Для которых важна не просто купить вещь, а купить что-то такое интересненькое. Территориально вся Россия, ну, вот недавно был Краснодар и Сальхарт, до этого был Петербург, Московская область. По количеству клиентов больше из Омска, но по объемам продаж по России все-таки отправки существенные, потому что тут ценовая политика в свою роль играет. Все понимают и дают себе отчет, что это производство, это не перепродажа, что это сложно, что это нужно наращивать. Как бы никаких миллионов на первоначальном этапе от меня не подождет. Готовить, конечно, никто не даст. Надо саму чего-то достигать. И это они с детства понимали. Как это правильно сказать? Ой, сейчас расплачусь. Они настолько верят в меня, я даже в себя сама так не верю. ты муж тоже. У них даже нет мысли, что что-то не получится. А она за что не возьмется, у нее все получается. Она не может на 4, ей только 5. люди должны понимать, что если господдержка, это поддержка чего-либо, то значит у вас уже что-то есть. Второй момент, если вы решили, что только за счет поддержки у вас будет бизнес, это ошибка. Господдержка это помощь тому, что ты уже что-то сделал, и тебе что-то не хватает в этом процессе, и ты занимаешь деньги, берешь какой-то кредит при господдержке, ты берешь какие-то субсидии, возвращаешь средства, которые ты потратил, но нужно что-то делать. Важно здесь понять, что все виды поддержки всем не подходят. К каждому предпринимателю есть какой-то свой вариант государственной поддержки. Для кого-то может быть нет, если это там акцизные, подакцизные услуги или товары, то они не имеют возможности к государственной поддержке. Например, если вы заходите в сельский бизнес, то в Министерство сельского хозяйства там самые крупные, крупные финансовые возможности. Эти вещи все есть на сайте Министерства сельского хозяйства, там от 3 миллионов поддержка на старте до 10. Вот если ты сказал, что тебе нужна техника, ты покупаешь технику и с ней работаешь. Люди считают, что они могут взять господдержку, как бы наврать и выкрутиться. Вот это вот четко нужно понимать, что так делать нельзя категорично. Вот на что вы просите деньги, то вы и делаете. И должно быть абсолютное соответствие и с тем, что вы говорите, что делаете. Прямо четкое правило у прокуратуры очень жесткие требования, не условия. Они тщательно проверяют все, что вы попросили, сделали. Сейчас есть уголовные дела, где люди взяли одно, сделали другое, отчитались третьими вещами. В общем, не очень корректно. С государством нельзя играть в такие игры. С другой стороны, могу сказать, что именно государственная поддержка потрясающая вещь для предпринимателя, потому что она наконец-то приводит у предпринимателя документы в порядок. У нас есть Центр поддержки предпринимательства городской, у нас есть областной региональный бизнес-инкубатор, где сидят экономисты, юристы, у нас есть фонд поддержки малого предпринимательства. Везде очень много хороших экспертов, где ребята готовы помогать, готовы вести, готовы помогать и с бизнес-планированием. Вы можете посмотреть на сайтах все эти документы, можно прийти в тот же бизнес-инкубатор или в Центр поддержки предпринимательства и под того, каким бизнесом вы заняты, чем вы заняты, А меры поддержки будут подбираться. Каждый предприниматель может раз в году бесплатно посещать выставки, где государство помогает в этом. Можно выезжать за рубеж с выставками, со своими при господдержке. То есть на сегодняшний момент такое золотое время для предпринимательства, если правильно распределить свои силы и правильно вообще разобраться, что я хочу от бизнеса, где мое место в этом бизнесе. И в данном случае это должно быть два потока. Поток стратегии личной, поток стратегии бизнеса. Они пересекаются, но это два разных процесса. Прошлый Новый год был очень показательный, когда я сшила много, не переставая целый месяц. И потом я полянваря не смогла подходить к машинке, просто потому что мне это все мерещилось вокруг. Я поняла, что мне нужно помочь, что я уже сама не справляюсь. Я веду активность в сети. Я просто написала пост, что так и так. Мне нужен человек именно в команду. У нас, чтобы были общие цели, мы были на одной волне. Мы будем работать, мы будем работать много. Ну, как бы мы будем занимать... Моишь, стой, успокойся. А я хочу. Бай-бай. Иди, Дымка, тебя пить просит. Иди. Не хочу. И мне девушка написала, что мне кажется, это я. Появилась еще одна помощница. Я ей сейчас передала уже крой. Две функции основные я, получается, передала. Я все равно крою шью. Это каждый день есть в моей жизни, но уже не в том объем, в котором раньше. Сейчас она разгрузилась. Вид стал лучше. Глаза стали нормальные. Привыкла весь цикл сама отслеживать. Поэтому это было сложно. Я этому учусь до сих пор. Процесс не остановлен. Все не делегировано. Общение с клиентами со мной. Это очень много времени занимает. Именно операционная работа. Потому что я же помимо этого еще занимаюсь продажами. Ну и по сути, то, что я отвлекаюсь на операционную деятельность, забирает меня от продаж, от всяких вот вещей. Плюс я еще активно обучаюсь. На форумы хожу. Дома мастер-классы смотрю. Сейчас меня очень интересует тема личного бренда. Виста идет на месте, не стоит. Она все выше, 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 как говорится. Она просто на месте сидеть не может. Ей надо везде успевать. Все новое хватать. Если завтра она скажет, что стану гончаром, то все в ее руках. Человек делает судьбу сам себе. А не на готовенькое приходит. Я бы хотела прям производство, укропнение и масштабирование. Как бы торговую марку свою собственную. Мама, вот и какой пупик. Сложно, но можно. Я бы так назвала. Потому что, ну... А давайте все поднимем. Ну, она в процессе. А давайте все поднимем. Давайте все поднимем. Хорошо, малыш. Да. Готовь нам супчик. Наливай. Что сюда? Да, иди за столом. Помогают родители периодически. Дочь берут к себе. Она в садик недавно уже начала ходить. Надо знать, как с ней обращаться. Девушка такая, своенравная. Самое главное, что я могу ее взять с собой. Бывает, да. Потому что суббота чаще всего у нас рабочая. Ну, как бы, как правило, не на целый день, но я выхожу. Чаще всего. Всегда со мной. Если есть желание, это все возможно. Но это можно совмещать. Это не какая-то... В хирургии нельзя делать операцию и быть с ребенком одновременно. Ну, я могу прерваться. Оливье. Наша классика. Наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов. Вкусно по ГОСТу. Взренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бобах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Учу тому, чтобы он не чувствовал свое личное пространство и разделял со всеми все. Это же хорошо, уже делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу. Можно начать плакать, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого вот заразу злюсь? Психологические эксперименты, беседы с экспертами в студии. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе «Не стандартно и легко, а психология». Новые выпуски каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение». Сейчас компетенция у меня, конечно, попроще. Просто ткань, просто отрезать, размер главное, чтобы все это сделать. И клиенту понравилось. В банке задачи такие перед тобой ставятся, которые ты не всегда в силах решить самостоятельно, а они требуют твоего оперативного вмешательства и скорейшего решения. То сейчас полный цикл замыкаю на себе от приема заказа и до той радости, когда мне клиент присылает фотохвастик счастливый. Особенно студийные, когда красивые люди в красивой одежде, счастливые, довольные. Меня заряжает это. Энергией сложнее начать, чем балансировать. Колесо запущено, но зато пути нет уже сейчас. Потому что плюс и грантовая поддержка, и все как бы дальше только вперед. Ну и отступать-то в принципе и не хочется. Мы всегда на подхвате. В любой момент приехали, сказали или позвонили, и мы поехали. По мере возможности помогаем. Где-то материал, если привезти. Средняя посылочка, да, 20 килограмм. Недавно было 86. За мной приезжает такси, и я понимаю, что я не то, что в такси, я даже поднять это не могу. Сначала был шок, муж в командировке. Я поняла, ну, а смысл переживать, когда мы в современном мире живем? Заказываем машину, заказываем грузчиков, и вообще проблем нет для таких. Я бы не сказала, что это проблемы, я бы сказала, что это сложности. Ну, не каждый день, но раз в неделю точно. Налоговая звонит. А где ваши страховые взносы? Скидываешь платежки? А мы не видим. Пишите заявление, хочу. Просим разыскать. Прямо такой формулировкой отправляешь. Ну, много таких моментов, да. Тут отчет какой-то нужен, да. Службе занятости срочно нужен, срочно нужен отчет. Именно такой документ нужен, ты понимаешь, что у тебя его нет. Уткнулась в плечо, там поплакала немножко. Ну, ничего, сейчас все пройдет. На уровне господдержки на сегодняшний момент, наоборот, очень грустная история. Очень мало заявок, очень мало предпринимателей подают документы. И выбрать лучший бизнес-план, и сложно их просто нет. Оформлять бизнес-план предприниматель не умеет. Финансовые документы составлять не умеет. А государство требует, один из таких нюансов, да, это качественное оформление документов. Но поверьте мне, их сейчас даже на все конкурсы, которые есть, подается очень мало. Качественных документов почти нет. Иногда, вот в прошлом году, например, были субсидии в центре занятости, когда у нас было 28 заявок, было 18 субсидий, и в первом этапе было выдано только 12. Ну, потому что бизнес-планы просто не соответствовали даже, ну, скажем так, здравому смыслу, не говоря уже о каких-то финансовых расчетах, когда ты понимаешь, что на этом просто невозможно заработать денег. Когда предприниматель подает заявку на то, что он хочет открыть пекарню, говорит, что ему 200 тысяч хватит. А я понимаю, что если он будет все это покупать, оборудование, как он заявился, то это больше миллиона расходов. То есть вообще абсолютно несоответствие. Если он надо будет брать в аренду, ну, тогда и в заявке должно было быть написано, я беру в аренду такое-то помещение с готовым оборудованием. Вот этот очень такой сильный диссонанс между тем, что говорит, делает. Пока пропасть. И наши предприниматели только учатся готовить эти документы. Ключевая проблема у предпринимателей по этим заявкам – это порог планирования. Ты создаешь какой-то проект, особенно, когда стоимость денег поддержки – это от 100 миллионов проекта и выше, то они должны работать и через год, и через два, и через пять, и через семь, и десять. Как раз проблема с мышлением у предпринимателя. Именно масштабности мышления. Все привыкли к коротким быстрым деньгам. Время коротких быстрых денег закончилось. Сейчас все деньги длинные, деньги сложные, и быстро отдачи с них сейчас уже нету, как раньше. За исключением каких-то редких историй, но, в общем-то, мы не акцентируем на этом внимание. Совмещать непросто, потому что вчера, например, был напряженный день, нужно все успеть, ажиотаж. Конечно, я пришла домой очень поздно. У меня есть возможность сегодня позже, завтра, раньше, я как-то смогу нивелировать, как-то совмещать какие-то дела. Я думаю, она стала рассудительней. Сегодня одно, завтра второе, послезавтра третье. То есть как-то так. Раньше это как-то было – а, пошли, давай это. А сейчас уже у нее такого нету, что не было, нету спонтанности каких-то этих моментов. Эти стрессы, он каждый день есть, да, там и планирование, и платежный календарь. Нужно все успеть, и налоги, и внос, и ткань заказать, чтобы она тебе точно досталась, потому что я работаю с наличием. Там что-то задерживается. Это все есть. Ну, просто есть с чем сравнить. Просто, ну, как бы, меня научили работать и научили стресс переживать, испытывать, но и как его обойти тоже. Ну, как бы, и самое главное, когда я прихожу домой, меня дома ждет ребенок, ну, как бы, и я стараюсь все мысли отключить и посвятить то немногое время ей. Порисовать, позаниматься, она у меня очень любит моих. Тут тоже нервы определенные нужны, как бы, они просто не всегда есть. Знаете, как будет, Николай? Иногда бывает, что доводит маму, бабушку нет. У меня терпения больше хватает. Вечером, в принципе, как бы, такая политика у нас, что мы стараемся побольше времени с ребенком проводить именно вечером, потому что она скучает, она вот даже за день в садике проведенные. Ей, как бы, комфортно в садике, ей там нравится, и с воспитателем у них хорошие отношения, но она очень скучает. Она просто потом, как хвостик, просто хочет быть рядом и все. Как бы, ей ничего не нужно, там, чтобы мы с ней не играли, ничего не нужно. Просто сесть, просто обнять и просто сидеть. Банковская система для меня не пропадет. Тем более, там надо жить. Я жить хочу дома. Хотя бы, хотя бы ночевать дома. Сострадающие взгляды, когда я продавала свои вещи на ярмаре, ну, как так, зачем? Ты же в банке, ты же начальник, ты что тут делаешь? Какое шитье, ты чего? Сейчас поняли. Сейчас, о, классно. А ты же сама себе, как бы, ну, как бы, да. Вот, а меня с работы не отпускают. Ну, бывает. Завод хочу. Большой завод, который будет шить одежду, смены. Прямо, я хочу завод. Это же здорово. Мама, давай уже не будем искать. Красивые дети, довольно мало. Мама, давай уже не будем искать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»